Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На остров Любви приехал Влад Кадони. Он вышел в прямой эфир Instagram и рассказал подписчикам, что на острове очень жарко, ему тяжело там находиться и очень хочется в Москву. Новенькая Анастасия, которая пришла к Владу, уже переключилась на парней на проекте. Сразу было видно, что Кадони ей не нужен. Девушка привыкла тусоваться в клубах и ее типаж на качаные парни. Рома Капаклы опасается, что Марина Африкантова, которая уехала в Дубай с мамой, попадет под ее влияние. Но Марина уверила парня, что не будет обсуждать с мамой их отношения. И сейчас она не так ведется на мнение мамы, как раньше. Впервые за долгое время Маша Кахно провела культурный вечер. Она отправилась с мамой на концерт в Московскую консерваторию. Иосиф Аганесян говорит о причине расставания с Сашей Черно. Она задушила его своей любовью. Ему неоткуда черпать энергию и ничего не хочется. Юлия Ефременкова тяжело переживает поражение в конкурсе «Любовь года». Считаю, что Никита взял Дарину ради конкурса. Он игрок с опытом. Это был четкий и верный расчет. У их отношений не было проверки. Поэтому, как только малейшие трудности коснутся их пары, на этом будет поставлена точка. Как оказалось, Алиса Литинская не слишком скучала в разлуке с Виталием Малышевым. В недавнем эфире показали кадры, где Алиса страстно целуется и обнимается с Никитой Шелюковым. Теперь Алиса сама понимает, что поступила подло и расстраивается из-за этого случая. Похоже, что проект покинули Петр Шепель и Вера Курочка. Именно Петр вместе с Лерой Фрост были кандидатами на уход по результатам голосования в ТНТ-клаб. И на следующий день Вера опубликовала фото, сделанное дома. Олеся Клочко отметила 28-летие. Она пишет о том, что очень сильно скучает на острове по родителям и близким друзьям. Ольга Рапунцель опубликовала фотографию, на которой уже заметен небольшой животик. Подписчики Ольги стали поздравлять ее. Также Рапунцель публикует снимки из последней фотосессии, которая, как считает девушка, была очень удачной. Элина завела новые отношения, об этом стало известно благодаря популярному блогеру. Камерен похвасталась новым автомобилем, цена которого может переваливать за 10 миллионов. Также Элина отметила тот факт, что она снимает квартиру в центре Москвы и вполне довольна личной жизнью. После расставания с Костей Ивановым, Саша Гозиас улетела в Калининград. Она ищет квартиру или комнату в Москве. Костя Иванов публикует фото с сыном и утверждает, что их отношения вряд ли продолжатся. Лиза Полыгалова принимала участие в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу. Это мероприятие проходило в Санкт-Петербурге. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.